День Учителя В нашем городе их 3,5 тысячи. Конечно же, мы их всех поздравили и не забыли благодарить за их труд и заботу. Очень насыщенная прошедшая неделя стала для школьников города. Во-первых, везде прошли выборы ученических правительств. Во-вторых, в эти дни многие первоклассники были торжественно приняты ряды школьников из новостей будущего. В Ульганске появляется Академия чтения и литературного творчества. Специально для ребят в ней будут работать писательские лаборатории, арт-резиденции, студии, клубы, игрушки. 8 октября. День школьника. Вы, наверное, не забыли об этом празднике. Не прилетел вас мимо. А если прилетел, мы расскажем, как это все было. У каждого друженика есть свой профессиональный праздник. Значит, он должен быть и у нас. Ведь кто, как не школьники, трудится 9 месяцев в году. С самого раннего утра, порой даже до самой поздней ночи. Как здорово, что это понимаем не только мы, но и взрослые. Именно поэтому пару лет назад в календаре появился День школьника. Отмечается он 8 октября. В этом году его отмечали особенно ярко. На праздновании в современнике очень шумно. И все заняты делом. Кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то даже смотрит спектакль. Мы решили начать разведки боем. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь? У нас проходит викторина, которая посвящена РДШ. Хочешь поучаствовать? Я хочу поучаствовать. Можно? Конечно. Вопрос оказался не из простых. Что-то про выбор, школьную администрацию и самоуправление. Вроде темы совсем не детские. Но оказывается, в этот день во всех школах города проходили выборы, где ребята из средних и старших классов избирали в самое настоящее правительство. Правда, школьная. Отныне они наравне со взрослыми будут управлять своей школой и принимать участие в решении важных вопросов. Это одно из направлений, которым занимается российское движение школьников. Ребята в нашем движении занимаются социально активной деятельностью. Они помогают животным, помогают взрослым и людям, которые нуждаются в этой помощи. Они развивают школьный актив, лидерство, экологией занимаются. Узнают и изучают нашу область, свое место, где они проживают и где у них свои корни. Одно из направлений работ РДШ – волонтерство. Оно специальное для тех, кто готов помогать другим, не требуя ничего взамен. Кстати, на дне школьника мы узнали, что для этого есть даже специальное приложение «Твой час». Когда вы скачиваете приложение «Твой час», вы можете там зарегистрироваться, и вы сразу будете видеть ленту заданий, которые публикуются ежедневно в данном приложении. В виде задания вы можете на них подписаться и выполнять любое из этих заданий. С давнего времени отделение РДШ есть в каждой ульяновской школе, и стать его участником может любой ученик. Но самое главное, что движение школьников – общероссийское, а это значит, что он объединяет ребят из самых разных городов. У нас сейчас проходит конкурс на зимний фестиваль. Мы участвуем в конкурсе «Добро не уходит на каникулы», скоро, кстати, подведут итоги уже. И завтра мы едем в Санкт-Петербург, в том же статье от РДШ. Классно! А еще девочка наша из нашего объединения, Галункина Анастасия, сейчас находится в Владивостоке в лагере «Океан». Так значит быть школьником – это не только сидеть за партой и корпеть вечерами над уроками. Вместе с друзьями из РДШ можно заседать в правительстве, делать добрые дела, учиться журналистике, и главное – путешествовать и знакомиться со школьниками всей страны. Хм, кажется, мне пора в школу. Ну и что? Что уроки уже закончились? Самое интересное только начинается. Специально для 200 Маргариты Миронова. Мы то, что мы едим, слышали такую фразу. Мы постарались разобраться, что нужно кушать, чтобы быть здоровым и сильным. Что вы любите есть на завтрак? А на обед? А на ужин? Сколько раз в день вы вообще едите? Недавно в Ульянске состоялась большая конференция, посвященная правильному питанию школьников. И знаете что? Ни кола, ни наггетсы, ни картошка-фри в список здоровой еды не попали. Зато попали несколько ульянских школ в большой общероссийский проект по здоровому питанию и физической активности учатикся. Ребята, мы хотим убедить в том, что питаться вкусно, полезно, это прежде всего питаться для своего будущего, для своего будущего здоровья, для своих будущих детей. Потому что эти традиции вкусного здорового питания мы должны передавать. Почему решили начать с нас, а не со взрослым? Все дело в том, что если с детства человек будет питаться правильно, то эта замечательная привычка останется с ним на всю жизнь. Правда, тут тоже есть сложность. Чувствительность ко вкусу у детского языка в 5 раз больше, чем у взрослого. Именно поэтому многие из нас такие привереды. Именно поэтому мы так любим жвачки, конфеты, газировку и фастфуд. Кстати, а знаете, почему они нужны? Там очень много консервантов, красителей и нехороших химических компонентов, таких как стабилизаторы, ароматизаторы, загустители. Вот они очень плохо действуют на наш организм и на печень, и на другие органы желудочно-кишечного тракта. Убивают нашу микрофлору и не дают нашему организму быть здоровым. Так какое же питание тогда здоровое? На самом деле правил тут немного, и они простые. Лучше есть часто и понемногу, чем редко, но до отвала. Специалисты по здоровому питанию советуют принимать пищу небольшими порциями 5 раз в день. И не нужно есть перед сном, особенно что-то сладкое. И уснуть будет сложно, и отдохнуть как следует, у организма не получится. Какие есть правила здорового питания? Самое главное – режим. Для того, чтобы питание было здоровым, оно должно быть регулярным. Должен быть завтрак, обед, ужин и даже несколько перекусов. А еще очень важно кушать много фруктов и овощей, потому что в них очень много витаминов. Вроде ничего сложного, но к этому надо привыкнуть. Не каждый готов поменять конфеты на фрукты, а газировку на морс. Но нужно понимать, что взамен вы получите хорошее самочувствие и много энергии. Сахар же ее у нас просто крадет. Еще одно важное правило, хотя взрослым оно скорее всего не понравится. Нельзя есть через силу. Главное – прием пищи. Это не пустая тарелка, а чувство насыщения. Тут все должно быть честно. Не нужно притворяться сытым, потому что еда тебе не нравится. Ты обманишь только свой желудок. Во-первых, ты останешься голодным. А во-вторых, твой организм никак не привыкнет питаться правильно. А научить его этому в взрослом возрасте будет гораздо сложнее. Специально для детских вестей. Анина Магомедова. Детский вестей. Детский вестей. Правда, здоровое питание. Просто, а легко ли им следовать? Ваня Агеев постарался разобраться в этом вопросе на улицах города. В последнее время стало модно правильно питаться. Мы хотели узнать у ульяновцев, получается ли у них это. Как часто вы питаетесь правильно? Очень редко. Стараюсь постоянно питаться правильной пищей. Как вам помогает это в жизни? Ну, здоровье. Как бы помогает здоровье моему. Как часто вы кушаете на завтрак овощи или фрукты? Ну, на завтрак вряд ли, а вот на ужин и обед пытаемся. Почему важно правильно питаться? Ну, потому что питание – это основа здоровья. Мы – это то, что мы кушаем. Ну, потому что от питания зависит обмен веществ, количество нужных питательных веществ в организме. Допустим, без белка не будут строиться мышцы. То есть, сколько бы ты ни занимался физической подготовкой, без достаточного количества этого основного белка, ты не сможешь ничего из добиться. Правильно питаться надо, во-первых, для роста, правильного, активного, чтобы занимался он. Силы были, в конце концов. Чтобы, одним словом, чтобы ребенок рос здоровым, сильным, крепким и полной энергии силы. Ну, вот и все на сегодня. Не сомневаюсь, что было интересно. Питайтесь правильно, отдыхайте активно. А помогут вам наши афиши и инструктаж по погоде. А я с вами прощаю. Всем пока! Здоровое питание – это когда человек питается только полезными продуктами и поддерживает повседневную пищу. Ребенку важно правильно питаться, чтобы он был здоровым, когда вырос. Он, когда кушает, он выздоравливает. Мама всегда у меня супер вкусно готовит нам. Чтобы человек не болел, ему надо есть злаки, как, например, морковка, фрукты, овощи. Самая вкусная еда – это бургер, чипсы, картошка жареная, кукуруза и курица. Но чем полезно есть овощи? Дети не любят есть овощи, потому что им кажется, что овощи невкусные и очень противные. Если из плохой пищи я готова есть все, что угодно – гамбургеры, картошку фри, сухарики, чипсы, пепси – все даже я готова – есть пиццы. Конфет, много-много конфет. Много-много шоколадок. Потому что они вкусные. А все, что запретно, дети очень любят. Не ешь ты всякую химию, например, шоколадки, конфетки. Лучше есть овощи и фрукты. Брокколи. Типа знаю, полезная пища. Мы с папой иногда пиццу готовим из всякого. Самая невкусная еда – это каша манная. Не очень. Ученые в весне, что по утрам полезно есть мороженое. Если бы мне сказали, что можно есть все, что захочется, я бы ела. Кудшного, сладенького, кексиков, пирожных, пирожков. Мне запрещают много есть очень сладкого. И мне. Но я ем у бабушки. А можно привыкнуть, и уже тогда остановиться невозможно. Прям готов каждый день есть. А если все есть в меру, то будет все нормально. Привет! Сегодня ваш инструктор – я, Курзенев Елисей. На этой неделе одежда остается прежней. Без зонтика лучше не выходить. А без перчаток уже холодновато. Хороших выходных! Огонь. Да! Огонь. И вот. Огонь. Огонь.